Друзья, сегодня у нас тема. Я хотел тему провести, это так называемый пуш-маркетинг, это американское название этого мероприятия. Но я вижу, что много есть вопросов по поводу того, как сейчас работает система Global One, поэтому, возможно, мы какую-то часть нашей сегодняшней встречи посвятим именно этому. Все отлично. Хорошо. Друзья, на самом деле, сейчас у нас уже пошли выплаты по Spinfinity. Я думаю, что многие уже видели их, но многие сейчас спрашивают, почему у некоторых нет начислений по Spinfinity. Поэтому я хотел бы сейчас немножко этот вопрос затронуть, может быть, немножко как-то показать, как это выглядит. Если мы сейчас зайдем с вами в бэк-офисы и посмотрим на раздел Earnings, то есть наши заработки, то обязательно мы там должны увидеть какие-то цифры. Если цифры не видно сейчас, то здесь пока идет, скажем так, обновление сайта, что ли. Все, сейчас у нас полноэкранный режим. Итак, я нахожусь сейчас в тестовом аккаунте в бэк-офисе, и я хотел бы показать, где можно посмотреть наше получение комиссионных на данный момент. Так как это тестовый аккаунт, он не проплачен, в принципе, здесь нет комиссионных, но я нажал сейчас раздел Earnings, это наши доходы, где мы можем видеть. И многие сейчас видят здесь такую же картинку, как и у меня здесь, да, тут нули на показаны. И нету выписки здесь, то есть мы раньше видели распечатку за каждое конкретное действие, сколько мы за кого получили, а сейчас не видно. Так вот, друзья, смотрите, я сам узнал об этом только недавно, мне мой партнер рассказал об этом. Здесь есть такая голубенькая кнопочка Total Earnings, а рядышком есть просто Earnings и Matching Bonuses. Так вот, если переставить сейчас, нажать на эту просто Earnings, то вам высветится вот здесь сумма заработка по Spinfinity, вернее, сумма начислений по Spinfinity. Она называется здесь у нас My Turn On Top в описании, поэтому если вы здесь, где description, описание, увидите My Turn On Top Commission, это как раз доход за этот цикл по Spinfinity. Соответственно, мы можем поменять здесь даты и просмотреть за 16 число, например, за 13, за 10 и так далее. Вот именно в этом разделе, где Earnings. А рядышком есть еще Matching Bonuses. Соответственно, в Matching Bonuses идет детальный показ, сколько и за кого мы получили наши Matching Bonuses. Пользуйтесь вот этими функциями сейчас, друзья, Earnings и Matching Bonuses, соответственно, чтобы просмотреть начисления по Spinfinity. Если вдруг вы не видите сейчас начисления по Spinfinity за 10 число, за 13, за 16 и за 19, вам не пришли начисления, вы здесь, где Earnings, здесь ничего вы не видите. И у вас по нолям, но у вас активный статус, то есть статус можно как посмотреть в разделе Settings, да? Соответственно, чтобы здесь было название какого-либо вашего статуса, Tin, Copper и так далее. Вот, и у вас нет начисления, тогда, друзья, нажимайте на Support, то есть в поддержку компании. Открываем мы новый запрос Open New Ticket и здесь прописываем свое обращение. Сейчас уже было нам анонсировано, что мы можем видеть, вернее, не видеть, а мы можем обращаться к компании на русском языке. То есть мы здесь прописываем свои данные. Данные здесь, где Full Name, User Name, здесь прописываем так, как мы указывали у себя в BackOffice. Вот, а тут, где Help Topic, выбираем вариант Compensation, то есть как раз наше начисление. И прописываем дальше на русском языке можно тема письма и само письмо, само обращение. То есть, что удобно стало, русскоязычная поддержка появилась. И нажимаем Submit Ticket. Вот именно таким образом мы можем обращаться по неясным нашим моментам. Если вдруг вы с чем-то не можете разобраться, то позвоните вашему спонсору и покажите ему ваш экран, ваш BackOffice, что именно вам непонятно, что именно вы хотели бы разобраться. И попробуйте сразу общими усилиями разобраться. Если не получается, тогда мы пишем запрос в Support. Чем меньше мы запросов в Support, конечно, будем писать, тем меньше у них будет нагрузок, тем быстрее нам будет отвечать. Но, тем не менее, по всем интересующимся вам, по вашим вопросам, пишите в Support уже на русском языке, и вы получите ответ. В принципе, это все, что я хотел сейчас показать в наших BackOffice. Вот, опять же, сейчас многие, еще один момент затрону. Многим сейчас пришло на почту письмо такое, что у них не оплачены статусы, что они не будут получать комиссионные. Соответственно, здесь тоже какие-то красные надписи. Вот, у меня сейчас не видно. У меня affiliate статус бесплатный, я не оплачивал этот аккаунт. Вот, но самое главное, друзья, почему стоит ориентироваться? Если вы проплатили ваш статус в декабре, и у вас есть эта операция, отображенная в кошельке, в вашем e-wallet, значит, вам переживать, в принципе, нечего. Самое главное, чтобы где Member Type у вас отображалось ваше название, вашего статуса, вот, и, соответственно, вы получали комиссионные в разделе Earnings, вы могли видеть, какие суммы вам приходят по Spinfinity. То есть, вы можете, опять же, здесь нажать на Earnings, и здесь у вас появится сумма начисления за тот или иной период. Вот, поэтому следите за этим. Если начисления нет, но у вас статус проплачен, тогда, опять же, пишите сразу в support. Пишите обращение, что у меня произошла оплата такого-то, такого-то. Можно даже скопировать со своего кошелька эту операцию. Но статус пишет неактивен, и начисления нет. То есть, сразу пишите в поддержку. Сейчас праздничные дни, правда, у них до 27-го, скорее всего, будут у них выходные. С 27-го числа до Нового года компания будет работать, поэтому на наши запросы будет отвечать. Ну, а, соответственно, там, со 2-го числа компания уже будет в полном режиме работать. Это у нас праздничные дни, там, с 1-го по 15-го, к примеру. То в Америке это время, то есть, январь – это уже полностью рабочий месяц. У них обычно празднуется с 25-го, ну, с 25-х чисел по 1-го января. Вот, поэтому сейчас пока у них праздничные дни, но мы все равно получим наши ответы. Вот, поэтому таким образом, друзья, сейчас ориентируйтесь. Был анонс также, что до конца декабря, то есть, буквально вот в эти дни, мы должны увидеть уже сайты компании. Надеюсь, что это будет так, что мы увидим их. Но, тем не менее, что самое главное сейчас – это запуск шоппинг-мола. Как, на мой взгляд, это запуск нашего направления по туризму. Это запуск направления, вернее, нашего действующего направления – это Elements of Wealth и переводы его на русский язык. Вот, соответственно, чтобы у нас уже появилось конкретное предложение для нашего рынка, конкретные товары и услуги, на чем мы можем дальше строить наши группы, наши базы клиентов. Вот, поэтому это очень важно на данный момент. По поводу начисления, друзья, многие действительно увидели не совсем, возможно, те цифры, которые ожидались. Для анализа, конечно, сейчас мало информации, мы только увидели первые цифры, и мы, скорее всего, получим более-менее ясную картину по прошествии, как минимум, месяца, а то лучше двух-трех. Чтобы уже увидеть реальные начисления, которые мы можем получать конкретно по Spinfinity. Потому что, на мой взгляд, это одно из самых главных преимуществ компании на рынке. Самое главное, чтобы мы поняли, как работает Spinfinity, чтобы мы могли делиться нашими результатами в будущем и могли уже на этом строить наш бизнес. Вот, поэтому сейчас пока мало, как по мне, мало статистики, мало цифр, по которым можно проанализировать, как работает система. Поэтому мне часто спрашивают мои партнеры, как сейчас общаться с партнерами, которые по каким-то причинам, ну, по вот этим самым главным причинам не хотят оплачивать дальше, и какие-то сомнения появились. Друзья, на самом деле мы не можем подобрать никаких слов для наших партнеров, которые усомнились, скажем, в этом. Поэтому просто двигаемся дальше. Самым лучшим будет мотивом для того, чтобы дальше продолжать активность свою проплачивать и дальше развиваться, это, конечно, запуск полностью всех ресурсов компании, которые планируются на открытие подготовить. То есть наши бэк-офисы, наши сайты, перевод на русский язык первого продукта, бэк-офиса, перевод на русский язык. Ну, в общем, вот эти основные моменты. И, конечно же, мы видели, какую систему нам компания даст, какие инструменты в руки даст для того, чтобы мы дальше продвигали это все по интернету. В принципе, работы, друзья, еще очень много. Мы сейчас должны пройти через этот этап нелегкий в связи с тем, что пока еще нет полного открытия компании. Ну, а дальше будем идти только на прирост. Пока на этом все. Что я могу сказать, какая у меня есть информация по этому поводу. Я лично обратился в компанию по нескольким вопросам, по вот этим всем моментам, чтобы получить от компании ответы. Как только у меня будут какие-то результаты, я, конечно же, дам знать. Ну, и, конечно, я поддерживаю связь с Михаилом Лившицем. Если у него появится какая-то информация, то мы и от него получим эту информацию. Я думаю, что в чатах мы все увидим это в скайпе. Так что, в принципе, работа дальше ведется. Дальше разбираемся, анализируем, строим стратегии и так далее. Но, несмотря ни на что, несмотря на то, что сейчас такой период, скажем так, многие, опять же, мне звонят, говорят, как приглашать, если там сейчас небольшие начисления идут. Друзья, на самом деле нельзя ни при каких обстоятельствах останавливаться, потому что если мы останавливаемся, то мы можем потерять контроль над нашим бизнесом. Потому что если мы остановились, то остановятся и наши партнеры, они увидят, что их спонсор активный остановился, и, соответственно, вся структура останавливается, друзья. То есть вы являетесь, каждый из нас является примером для своей команды. Поэтому то, что я предлагаю сейчас, это немножко поговорить о том, как же можно быстро привлечь в свою первую линию 10 партнеров. Эти знания, эти навыки пригодятся в любой момент. Вы знаете, я был на тренинге американцев, они приезжали в Киев, и выступающий, его зовут Ларри Лойк, он в свое время прошел очень дорогостоящее обучение, оно стоило для него 60 тысяч долларов. Он прошел у Энтони Робинса, это обучение, и даже был лучшим по продвижению его, ну, в общем, продвигал тоже программу Энтони Робинса, и вот одним из лучшим был. И вот он инвестировал 60 тысяч долларов в эти знания. И он говорит, сейчас уже прошло очень много лет с того момента, когда я проинвестировал, а эти знания все равно со мной, и эти знания помогают мне дальше и дальше развиваться и получать бизнес, потому что то, что у нас в голове, то уже от нас не отнять. Поэтому мы сейчас с вами немножко поговорим о том, как можно выстраивать свою первую линию. Самая главная задача, как только мы начинаем активно строить свой бизнес, это первая линия выстроить. Вот, эти знания пригодятся вам везде, всегда, друзья, при активном статусе построения бизнеса. Итак, что бы я хотел поделиться? Пуш-маркетинг, друзья, такое есть название. Пуш-маркетинг – это означает, что мы делаем активные действия. И я вообще разделяю три этапа развития MLM бизнеса в интернете, да и в принципе, ну, в частности, в интернете. Три этапа. Я как-то раз уже проводил мероприятия на эту тему, и я могу сказать, что это очень интересно, в плане того, что когда мы начинаем понимать, как происходят некоторые моменты, то легче становится двигаться. Я сейчас, зная некоторую статистику, которую я получил на своем личном опыте и которую я обучился, соответственно, я могу сейчас как-то спрогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация в бизнесе. Поэтому, что бы я хотел сказать вам, друзья. Первый этап, когда мы решили построить все-таки большую организацию, то есть выстроить доходы довольно приличные, нам, соответственно, необходимо выстроить первую линию. Так как у нас в компании есть такой момент, что... Давайте я немножко буду так графически это тоже показывать. То, что я говорю. Первое, друзья, у нас есть 5 поколений, 5 поколений, соответственно, в наших интересах в компании Global One выстроить как можно шире каждое из поколений. Что это означает? То есть 5 поколений. Первое, второе, третье, четвертое и пятое. Вот у нас, нас интересует 5 поколений, потому что именно с 5 поколений компания выплачивает матчинг-бонус. Матчинг-бонус, как вы помните, это 20%. При активной позиции сейчас будет немножко меняться, 10 или 20, но 20% от доходов наших партнеров. И по своему опыту я могу сказать, что матчинг-бонус в 5-6 раз больше, чем приходит с маркетингов. То есть, если вы хотите резко увеличить свои доходы в 5-6 раз или в 10 раз, то нужно выстраивать свою команду, чтобы действительно выстраивать очень серьезный бизнес. Компания Global One это компания сетевого бизнеса, поэтому, конечно же, мы должны понимать, что основной доход это от построения структуры. Инновационная разработка Spinfinity помогает лишь в этом, чтобы выстраивать бизнес. В Spinfinity многие, опять же, восприняли это как возможность положить сумму какую-то, допустим, 10 долларов, 25 или 50, там, или 100, и получить доход, там, не знаю, больше, чем мы получили, больше, чем мы вложили, да. То есть, многие восприняли это именно так. В принципе, компания заложена в том, что мы будем получать по Spinfinity, и мы сейчас уже получаем. Мы анализируем цифры, которые нам приходят, и так далее. То есть, мы уже какую-то информацию получаем. Но основная задумка, как на мой взгляд, по Spinfinity, это помочь каждому, даже новичку, который только присоединился к сетевому бизнесу, помочь ему, получая первые свои результаты по Spinfinity, благодаря этим результатам уже более быстро строить свой бизнес, свою структуру, свою первую линию. Вот. И если у нас уже появляются первые результаты, мы можем этим делиться с другими людьми, строить компанию. То есть, основной акцент все-таки на строить, строить свою команду. И компания, введя Spinfinity, тем самым упростила построение команды. Основной доход, который компания будет получать, это от реализации товаров и услуг. Наши проплаты, это тоже товарооборот. Мы покупаем в компании продукт. Сейчас это Elements of Wealth. Уже появляются первые обучающие ролики, как пользоваться этим продуктом. Уже появляются первые результаты. Допустим, наш партнер Андрей Арнаут уже получил положительный эффект от использования этой программы Elements of Wealth. Вот. Поэтому те, кто знает, что такое валютные рынки, рынки фондовые, и для них это будет суперполезная программа. Вот. Поэтому то же самое можно будет искать клиентов, которые заинтересованы зарабатывать таким способом, что эта программа будет им в помощь. Напомню, что если мы просто зайдем на сайт компании, которая изготовила эту программу, то она стоит 5000 долларов. Для нас это отходится в нашу ежемесячную оплату. Вот. То есть это наше конкурентое преимущество, что мы можем ее предложить за гораздо меньшие деньги. Соответственно, компания русифицирует эту программу сейчас. И мы можем... И компания делает еще ролики, чтобы мы могли продвигать. И мы можем зарабатывать, друзья, на том, что многие трейдеры, которые занимаются этим, да, они использовали бы эту программу Elements of Wealth, а вы бы зарабатывали от того, что они ее используют. То же самое компания собирается открыть Shopping Mall. В Shopping Mall там будет многообразие различных товаров, услуг по всему миру, магазинов, которые уже открылись по всему миру, сеть магазинов. И у этих магазинов уже налажена структура доставки продукции. То, соответственно, компания, запустив в Shopping Mall, мы можем смело запускать туда клиентов, которые могли бы себе покупать что-то со скидками. Опять же, по всему миру. Там, где работают эти магазины, они и доставляют сами продукцию. То есть, компания здесь не занимается этим, а именно те магазины, которые присутствуют на Shopping Mall. Вот. То есть, опять же, это товарооборот. Welcome to the rewarding land of cashback shopping. A place where insiders like you can buy anything and everything you need and want from thousands of the world's most popular retailers and earn up to 40% cashback on every single purchase. Amazingly, everything you're already doing stays the same. Shopping on the same retailer sites, you can buy the same products using your own credit card. You can even use any coupons that are available and still get the incredible added bonus of actual money back. Tax-free. If you think about it, not only are you now making money for shopping online and saving sales tax in many states, but you're saving the time, headache and gas money associated with driving all over town to get the things you need each month. Leaving you with more time and money to do the things you really want to do. And let's be honest with each other. We all like having packages delivered to our door, especially when the shipping is free in most cases. Sound too good to be true? We've heard that once or twice. Well, as you already know, the internet has changed how the world shops. It's not just about books, movies and software anymore. You can buy almost anything online these days. Travel, food, medicine, everyday essentials like toilet paper and toothpaste. Even cars and houses. It costs the retailers less money to sell to you online. So, rather than build more stores and spend more on advertising, they offer great cash back incentives to attract new internet customers. We've assembled these retailers together and built tools to help you realize the benefits of all these great cash back offers. You can search by retailer to find your favorite store or search by product like this TV here to find the best price available from all our retailers. Then, filter by cash back amount to make sure you're not only getting the best price, but also the most cash back. We've also got a toolbar you can add to your browser. Once you've got that, you can do all of your searches right from there. Or, just surf and shop and the toolbar will let you know when you're on a participating retailer's website, how much cash back they're offering, and what coupons are available. Then, just make your purchase the way you normally would and watch your cash back account grow automatically. So, that's pretty much it. You earn cash back, tax-free, on top of any available coupons for buying the same things at the same places you already are. And, if you change your online shopping habits to include your daily essentials and groceries, there's no telling how much you can earn. The more you spend, the more cash back... Следующее направление, то же самое, туризм. Мы получим интернет-магазин в свое распоряжение. Все покупки тоже будут давать товарооборот и так далее. На каждое направление компания будет готовить интернет-магазин, чтобы мы могли рекламировать и, скажем, делать товарообороты. И с этого компания будет нам выплачивать, друзья. Поэтому Spinfinity даст нам возможность более быстро строить структуру, но не пассивно здесь участвовать. То есть, имеется в виду, что не просто оплачивая свой ежемесячный платеж, мы будем что-то получать, но задумка компании не в этом. Основная задумка, чтобы легче строить команды, больше привлекать людей на сайты компании. И вот у нас есть 5 поколений. В наших интересах выстроить этих 5 поколений как можно шире. То есть, допустим, если действовать по стратегии 5 на 5, то мы можем таким образом. Если мы лично 5 людей можем зарегистрировать, поможем нашим 5 еще по 5, это будет 25 на втором поколении. На третьем поколении уже может быть в 5 раз больше, это 125. То есть, 25 на 5 – 125. И 125 на 5 – 625. И 625 на 5 – это 3125. 3125. В сумме на 5 поколениях, то есть, в сумме, сколько может быть здесь людей, это уже, давайте посчитаем вместе с вами, по-моему, 3905. Я уже когда-то подсчитывал. 3905 партнеров у вас может быть на 5 поколениях. Ну, а соответственно, друзья, все 3905 партнеров какую-то сумму получают по Spinfinity, в зависимости от ежемесячной оплаты. Потому что, если мы оплачиваем 10 долларов, мы со Spinfinity получаем одну сумму. Если мы платим 100 долларов, то мы получаем со Spinfinity больше уже дохода. И в зависимости от того, на каких статусах находятся наши партнеры на 5 поколениях, вы можете от их дохода 20% получать. То есть, основные деньги именно в этом матчинг-бонусе, от построения структуры, команды. Вот, если в среднем каждый заработает, друзья, здесь по 10 долларов, такая структура большая, в среднем по 10 долларов, то, соответственно, это уже 39 тысяч долларов. 20% ваши, то есть, можете уже посчитать, сколько это денег. Это 6-7 тысяч долларов, это ваш доход только по матчинг-бонусу. Вот, поэтому это очень важный момент. Напомню, что у нас есть 3 маркетинга, и мы получаем по всем 3 маркетингам. То есть, у нас первый маркетинг – это Spinfinity, Global Bonus Pool, такой Global Bonus Pool сокращенно, ну, соответственно, Infinity, да, это наша матрица. И вот, со всех этих 3 маркетингов, друзья, будет получаться какой-то доход у одного партнера, да. То есть, Spinfinity дал там 10 долларов, примерно, в месяц. Global Bonus Pool, если команда есть, здесь уже будет зависеть от товарооборота, который мы создаем. Еще там что-то дал, допустим, 100 долларов, не знаю. Плюс Infinity дал 70 долларов у одного партнера. Вот, в сумме этот партнер заработал 180 долларов, да, с трех маркетингов компании, с какой-то командой. Мы сейчас пока к цифрам о команде не привязываемся. Но вот, мы, этот партнер заработал 180 долларов, 20% ваши. То есть, самый главный акцент – это вот этих на 20%, что является сколько? 20 и 16, 36 долларов, да. 36 долларов с одного человека вы можете получить по матчин-бонусу в месяц. Если у вас будет таких тысяча людей, то вот уже 36 тысяч вы можете зарабатывать в Global One. Если 100 людей, таких, которые зарабатывают по 180 долларов, это уже 3600 долларов вы получаете. В общем-то, вот такая вот ситуация. То есть, я сейчас хотел бы показать вам эффективность. То есть, насколько выгодно здесь строить свои команды. И любой, друзья, повторюсь, любой вид бизнеса, будь то он связанный на реализации товаров или услуг, либо это даже инвестиционная какая-то компания, любой бизнес, он настроен на рост. То есть, если мы приходим в компанию и не строим свой бизнес, то и мы там ничего не заработаем. Если, соответственно, не инвестировать там несколько десятков тысяч долларов в какую-то инвестиционную компанию, чтобы получать какой-то значительный доход без приглашений. Если положить 100 долларов в компанию и никого не приглашать в инвестиционную, я имею в виду, я сейчас просто сравниваю, то, соответственно, мы тоже ничего не получим. Или получим там какие-то копейки. Компания здесь в Global One нам платит из товарооборота. Не какой-то процент, а от получения дохода. И наша задача формировать этот доход. И, соответственно, те, кто правильно поймут эту систему и начнут строить свой бизнес, те, друзья, действительно, не побоюсь этого слова, разбогатеют в Global One. Не побоюсь этого слова, потому что то, что я вижу, может быть в будущем, это просто фантастика. Это гигантские товарообороты. И если вы будете какую-то маленькую долю от этого товарооборота получать ваш доход, и это будет происходить регулярно, ежемесячно, друзья, это просто фантастика. Здесь качественно изменят жизни многие люди, кто действительно сейчас решит научиться строить бизнес. Как же я вам предлагаю начать так называемый этот пуш-маркетинг? Пуш-маркетинг – это означает активные действия. Первый этап, с которым мы с вами всегда сталкиваемся, это построение своей первой линии. Как мы с вами убедились, если найти пять активных партнеров, то, соответственно, если они вас продублируют и так на пять поколений вниз, у вас почти 4000 структур будет, друзья, на пяти поколениях. И вы от этого будете зарабатывать 20% от дохода ваших партнеров. Значит, первый этап – это активные действия. Как только мы подключились к компании Global One, соответственно, наши активные действия. Я знаю, что некоторые партнеры, допустим, один парень, ему 21 год, и он уже выстроил команду более 17000 партнеров, друзья. Его доход уже около 10000 долларов в компании Global One он получил. Несмотря на то, что компания только еще открывается. Тоже есть один парень, ему тоже 21 год, выстроил уже многотысячную структуру и заработал тоже уже серьезные деньги. И это все только начинается, друзья. Поэтому первое – это активные действия. Что я делал, допустим, когда я подключился к компании Global One? Я взял тех, кого я хорошо знаю, и я дал им информацию. Я сказал так, что, слушай, у меня есть информация, что открывается новый бизнес. Тот человек, который мне рассказал, он лично знает основателя этой компании, и он задумал что-то невероятное, чего еще не было никогда в сетевом бизнесе. Если тебе интересно, я могу тебе дать информацию. И вот таким образом я начал рассказывать всем, кому я знаю. В моих контактах тех, кого я так хорошо знаю, это несколько десятков людей, с которыми так активно поддерживаем связь, которые тоже заинтересованы построением бизнеса. Это хорошие друзья на данный момент, с которыми я работаю уже больше года. Это мои действующие партнеры, которыми мы развиваемся уже больше года. И я очень доволен и горжусь тем, что у меня такие есть партнеры, есть такие друзья. И вот первое, с чего я начал, это именно с этого. Следующие мои шаги были, это, конечно, работать с такими, это, скажем так, горячие контакты, тех, кого я хорошо знал. Дальше я начал работать уже с теплыми контактами, то есть те, которые меня знают, но, скажем так, не очень, ну, у нас такая нетесная идет, нетесное общение, хотя мы друг друга знаем через интернет. И вот таким образом за несколько месяцев у меня в первой линии лично появилось более 80 партнеров. На данный момент у меня 90 с чем-то партнеров, ну, за счет того, что там были несколько повторных активаций, я просто отбрасываю человек 20, вот, и где-то близко к 80 у меня зарегистрированных партнеров в первую линию. Зачем столько много, друзья? Если я только что вам показал, что достаточно 5 партнеров, да, чтобы активно развиваться здесь и выйти на серьезные доходы, зачем я проспонсировал, допустим, около 80 партнеров? Все очень просто. Вы знаете, что из всех тех, кого мы пригласим и зарегистрируем в компании, и лишь только часть из них тоже заинтересуется в построении своего здесь актива, то есть в построении своего бизнеса. И я примерно так всегда говорю, если мы проспонсируем 20 партнеров, то среди них окажутся где-то 3-5 активных, то есть те, которые способны тоже за собой привести по 20 партнеров. То есть как эта картина может вырисоваться? То есть если мы в первый месяц, давайте так вот, единичка, сможем, вернее, в первую линию пригласить 20 партнеров, а из них выделится всего лишь 3-5 лидера, которые тоже смогут построить свой бизнес. Друзья, это статистика. Это не означает, что остальные 17-15 это не активные партнеры. Нет, они тоже активные, но они пока не могут такими темпами, такой скоростью двигаться. Это нормально, потому что когда-то я тоже не мог никого, ни одного человека не мог пригласить в течение 8 месяцев. Вот. На данный момент вы уже видите, какие результаты получаются. То есть это нормально, если в какой-то момент не получается строить быстро бизнес. Нужно просто учиться, пробовать и оттачивать свое мастерство. Второе. Что может вырисовать, что может получиться у вас только на втором поколении при таком подходе? Если у вас, если вам повезет, и у вас будет 5 все-таки, а не 3, не 2-3, а 5 активных партнеров среди тех, среди 20, то эти 5 пригласят еще по 20. То есть у вас второе поколение будет где-то 100 человек. Второе поколение 100 человек, среди них, опять же, только где-то 25 будут активны. То есть которые смогут за собой привезти тоже по 20. Итого у вас может образоваться на третьем поколении уже 500 партнеров. Это я вам сейчас показываю большую модель бизнеса, как действительно выйти на очень серьезные доходы. Значит, здесь может такая же ситуация. Здесь может только среди этих 500, только 125 оказаться активных лидеров, которые с собой могут тоже привезти по 20. Вот. И в четвертом уже поколении у вас может быть, давайте посчитаем, сколько 125 на 20, это 2000, 2500 людей уже может быть. Что реальность, друзья? Вот такие цифры, это реальность. Вот. Среди них только 625 будут активны, активные лидеры попадут, которые тоже смогут за собой по 20 человек. А что значит по 20 человек привезти, друзья? Это означает просто поделиться этой информацией, активно делиться этой информацией на протяжении какого-то времени. Я сейчас об этом тоже затронул тему. И на пятом поколении просто уже офигенные, скажем так, цифры здесь вырисовываются. Это уже статистика, друзья. Это статистика. И, в принципе, вы знаете, я всегда сравниваю с моей прошлой работой. я присутствовал в открытии нового отделения банка, в котором я работал. И меня туда направили как уже опытного специалиста, чтобы я новую точку раскручивал. И вот у нас поставили цель на новую точку это привлечь тысячу активных клиентов на кредитные карты. То есть мы открылись и наша задача была как можно быстрее тысячу активных клиентов. Иначе, если мы не построим количество клиентов в тысячу человек, то у нас будет убыточное наше отделение. И, соответственно, так как более быстро раскрутят этот опытный какие-то специалисты, меня направили, еще кого-то направили. Короче говоря, мы за полгода вывели даже меньше, по-моему, времени. Нам понадобилось в прибыль это отделение, потому что, если бы оно было убыточным, то, по идее, его могли закрыть, а нас сократить. Поэтому у нас был стимул, чтобы активно работать и мы выстроили тогда две с половиной тысячи клиентов на этом отделении в своем городе. Поэтому то, что вы сейчас видите, вот эти вот цифры, друзья, это применяется в любом бизнесе. Это в сетевом бизнесе, это в традиционном банковском, в страховом, в торговом предприятии. Везде цифры, друзья. Везде прогнозируемые цифры. Сколько надо человек, чтобы выйти на самоокупаемость, в прибыль и так далее. Поэтому то, что мы сейчас вот это вот рассчитываем, это тоже такой бизнес-план, который себе ставит любой предприниматель. То ли это сетевого бизнеса предприниматель, то ли традиционного, неважно. Везде это просчитывается и эти все цифры нужны. Ну, а соответственно, тут уже, друзья, получается более десяти тысяч. Я так и напишу, десять тысяч плюс у вас уже людей в вашей команде на пяти поколениях. Можете себе представить, если это все просуммировать, суммировать, здесь получится уже где-то больше тринадцати тысяч людей у вас в пяти поколениях. Из них, конечно, лидеров будет, вы видите, сколько. Вот это будут лидеры, которые привели за собой большое количество людей. А в сумме вот эти все люди, это люди, которые будут получать дополнительный доход, кто-то будет зарабатывать на продажах тех же самых товаров, услуг, делая товарооборот, структуры в целом. Все это очень важно, друзья. Важны лидеры, важны люди, которые будут получать где-то пятьсот долларов, триста долларов, тысячу долларов дохода, и для которых это будет нормальная сумма. Но важны именно вот эти лидеры, которые хотят зарабатывать несколько тысяч долларов или десять, или двадцать тысяч долларов в месяц. Вот важно, конечно же, найти таких людей к себе в первую линию сначала, ну а дальше это уже будет идти как рост. Вот применяя вот такие вот простые принципе при построении бизнеса вы, друзья, в любом бизнесе будете успешны. В любом. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, это будет применено к Global One, я лично уже это применил, и вот такие цифры уже есть. Вот, поэтому моя задача сейчас вырастить как можно больше людей, которые выстроят свои такие прибыльные организации. Окей, вот это вот важность, это как бы цель. то есть я ставлю себе цель всегда, это как можно быстрее привлечь в свою первую линию двадцать партнеров. Но за счет того, что Global One это интересная бизнес-модель на рынке появилась, мне получилось в короткое время не двадцать, а восемьдесят партнеров привлечь в первую линию. Вот именно таким образом. Теперь, как я это сделал? Когда я только, опять же, начинал, все это первый шаг, активные действия, так называемый пуш-маркетинг, это американцы его так называют, активные действия. Вообще, когда я не имел вообще никаких знакомств в интернете, я первое, что понял, что нужно нарабатывать эту базу знакомств, базу людей, с которыми мы могли бы уже на тему бизнеса пообщаться. И первое, что я начал сделать, это активно наращивать эту базу. То есть я сейчас немножко поговорю про Skype, потому что Skype это практически основной тот инструмент, который мне позволяет вот привлекать в первую линию людей. Я поставил себе план 100 новых контактов добавлять каждый день. Новых контактов каждый день. Каждый день. Вот. Зачем мне это надо было, друзья? потому что среди общего такого большого потока людей, то есть я решил организовать поток. Такое важное понятие, друзья, как поток. Поток людей, которые от меня услышат эту информацию. И важно этот поток информации поставить не на один день, то есть не один день поработать активно, да, а потом сидеть, ждать результаты, а этот поток поставить на 90-дневный период. То есть 90 дней. И я себе поставил такую цель. Я каждый день буду добавлять по 100 новых контактов к себе в скайп и буду это делать на протяжении 90 дней. Что такое 100 контактов, друзья? У меня была, я приобрел себе автоматизированную программу, которая мне помогала добавлять каждый день такое количество контактов, чтобы мне было легче потом работать. соответственно, что я делаю дальше? Из этих 100 контактов, которые я добавлял в скайп, где-то 5-10% это, друзья, чистая статистика, которую вы тут же можете применять. Я вообще рекомендую блокнотик всегда иметь на такие наши занятия, чтобы вот эти цифры основные конспектировать. Значит, 5-10% из этих 100, то есть, если мы 100 добавили, значит, где-то 5-10 людей вас добавят к себе в скайп. То есть, фактически, у меня получается реальных контактов, то есть, реальные общения только с 5-10 людьми в день. Остальные 90-95% остаются недобавленными, такие серенькие, меня не авторизовали в своем скайпе. Вот, поэтому я понимаю, что у меня добавят всего лишь 5-10% от этого списка 100 контактов, я решил себе поставить такой 100 контактов, новых контактов в день, чтобы иметь общение с 5-10 людьми в день. Вот такой вот я себе поставил цель. Потом я задался вопросом, как же найти вот эти 100 контактов, где же взять эти 100 контактов. Я открыл скайп, и где-то здесь показывают сколько людей сейчас у нас здесь в системе. Но пока я не вижу здесь, чтобы это все высвечивалось. Я сейчас выйду из скайпа, из этого своего логина войду в другой, чтобы показать, друзья, как это все работает. Значит, я увидел очень интересную методику, которая позволила искать вот эти 100 контактов буквально за полчаса. То есть, я мог за полчаса создать такую базу из 100 контактов и добавить ее к себе в скайп. Тут очень важное понятие, как целевая аудитория, то есть, кому мы хотим дать нашу информацию. Первое, кто наша целевая аудитория, это люди, которые уже занимаются бизнесом сетевого маркетинга. То есть, это как в простонародье ходят сетевики. Сетевики. Есть такая, опять же, статистика, что примерно 20% из всех сетевиков ищут новые проекты, новые компании, новые проекты, новые возможности. ищут. Ключевое слово, друзья, мы ищем тех, кто ищет. То есть, мы не уговариваем тех, кому это не надо, а мы ищем тех, кто ищет, кто готов к этой информации. И вот где-то 20% из сетевиков ищут и готовы воспринять эту информацию. Если мы им правильно преподнесем информацию, то они заинтересуются этим и присоединятся соответственно. Вторая категория людей, нашей целевой аудитории, это люди, которые хотят зарабатывать через интернет. Зарабатывать через интернет. То есть, ищут заработок через интернет. Заработок интернет. Это люди могут быть студенты, это люди могут быть в принципе разной профессиональной принадлежности. Допустим, в социальной сети ВКонтакте несколько сот тысяч людей ежедневно ищут информацию как можно зарабатывать в интернете. Если взять Google и другие поисковые запросы, то там тоже можно найти огромное количество людей, которые ищут как открыть свой бизнес в интернете. Ну и соответственно наши такие две самые главные целевые аудитории. Люди, которые хотят зарабатывать через интернет и действующие предприниматели. Вот соответственно их надо нам и искать. Как же искать? Опять же, если по скайпу это касается, то я делал следующим образом. Первое, я увидел очень простой метод, как найти скайпы сетевиков. Значит, первое, что мы делаем, это делаем запрос, как и любой другой информации в интернете. Это скайп на русском языке, чтобы он именно русскоязычные наши сайты искал. И следующая информация, мы вводим название любой сетевой компании. Вот я сейчас ввел скайп, сделал пробел и написал название сетевой компании Amway. Что я здесь вижу, друзья? Мне Google выдал ряд сайтов, владельцами которых являются предприниматели сетевого маркетинга, которые занимаются Amway, и которые создали эти сайты, чтобы продвигать свой бизнес. В принципе, я основной своей задачей поставил сразу, конечно же, у меня задача пригласить 20 партнеров в первую линию, но я себе больше поставил задачу, как я понял, потом наиболее важная задача это создать списки из нескольких тысяч людей, которыми можно потом в будущем контактировать. То есть была основная задача это просто окружить себя скажем единомышленниками. Я начал просто здесь копировать контакты скайпа. Вот смотрите, допустим, первый сайт, который выявил, и здесь сразу система показывает скайп, и вот логин скайпа. Вот, я его выделяю, этот логин скайпа, копирую, то есть такая простая методика. Открываю здесь, вернее, создаю на рабочем столе обычный текстовый документ. Вот смотрите, я правой кнопкой нажал, у меня вышло меню, потом здесь создать, и здесь надо найти текстовый документ. Его можно как-то назвать. Вот, и потом сюда я вставляю этот логин скайпа и нажимаю Enter, чтобы спуститься на следующую строку. Возвращаюсь на этот сайт и смотрю следующий сайт. Значит, первый, ага, вот второй логин скайпа. Я его копирую, открываю текстовый документ, вставляю. и как я уже говорил, где-то полчаса или максимум час мне надо, чтобы найти 100 контактов скайпа. Вот, я дальше листаю, листаю, листаю еще эти контакты. Вот, пожалуйста, вот он, контакт скайпа, скайпа новый, я его копирую, вставляю и формирую список контактов, друзья. Вот, как нас, в принципе, многих из нас учили делать списки, да, из имен. Вот мы и делаем список только из скайпов. Значит, вот мы ищем эти скайпы и вот так вот потихонечку, потихонечку их собираем. То есть, это наш, как бы, такой актив, который помогут вот, дальше нам формировать вокруг себя интересную аудиторию. Вот, пожалуйста, еще один скайп. Вот, многих людей я уже знаю этих, которых я сейчас вставляю сюда эти скайпы, потому что вы уже успели познакомиться. соответственно, и так дальше, друзья. Я мог даже взять, выделить один день, допустим, суббота, как сегодня, и целый день позаниматься сбором этих контактов скайпа. Вот, и за один день у меня получалось сформировать список почти из тысячи вот этих скайпов. То есть, я мог целый день себя так настроить, что я целый день посижу, пособираю, и у меня где-то около тысячи контактов, друзья, мог собрать. И вот таким образом я в день собирал, если это обычный день, я собирал по 100 контактов. Вы для себя, друзья, просто определите, какой, если вам эта методика подойдет, значит, вы можете просто определить для себя. И как вы думаете, если каждый день добавлять такое количество людей в скайпе, если с ними начать общаться и как-то заинтересовать информацией про Global One, найдете ли вы 10 или 20 партнерок в первую линию за первые 90 дней? Можете для себя сейчас ответить. Почему 90 дней, друзья? Потому что нужно каждый день поставить себе такой период активности. В этот период активности рекомендуется не делать никаких анализов, не смотреть на результаты, какие бы они ни были, хорошие или плохие, а все равно на протяжении 90 дней отработать просто статистику, просто отработать это время, как то, что даст нам в будущем результат. И это работает, друзья, в любой компании, в любой компании сетевого бизнеса. Поэтому, если вы сейчас это примените, будете так делать, то вы сформируете очень огромную базу для себя на будущее людей, с которыми вы можете дальше контактировать и строить уже отношения и бизнес. И вот таким образом. Потом я просто сохранял этот список контактов и с помощью автоматизированной программы я это все добавлял к себе в Skype непосредственно. И в Skype я потом их всех разделял на разные контакты, на категории контактов. Допустим, те, кто не авторизовался их в отдельную категорию, здесь есть такая возможность, друзья, по-моему, где-то здесь, я уже не помню. У меня старый просто Skype, 3.8 версия. Я его специально установил, потому что он позволяет работать с большим количеством контактов, 10 тысяч контактов, допустим. Новые версии Skype не выдерживают такое количество уже. Вот. Поэтому я сейчас работаю с этой версией, но у вас будет новая версия, как-то немножко по-другому все будет. И я добавлял, 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 вот у меня здесь, допустим, а вот здесь они называются группы. У меня есть группы банка, MLM, они группированные и так далее. И я вот много таких у меня было групп, я их сортировал между собой, те, кому я уже дал информацию по Global One, они там заинтересовались или им не интересно, кому не интересно, я в отдельную общую группу, чтобы их повторно, скажем так, не доставать своей информации. То есть старался просто поставить все на поток. И чем больше людей, чем большему количеству людей я давал информацию, я понимал, что моя задача выявить какой-то процент из этих людей, которые заинтересованы, которые будут заинтересованы. Моя не была задача уговаривать кого-то и переубеждать, что тот бизнес, в котором он работает, плохой, а мой хороший. Нет, я просто искал тех людей, которые ищут. То есть мы ищем людей, которые ищут новые возможности, которые открыты к ним. Очень тяжело работать с людьми, у которых сейчас закрыто сознание и просто не пробиться через эту скорлупу, скажем так. А если человек уже открыл как цветок свое сознание он готов принимать, вот надо найти таких. И вот моя задача была это пройти через большое количество людей, дать им информацию и найти тех, кто восприимчив будет к этой информации. И вот где-то за 75 дней даже не дойдя за 90 дней у меня уже было в первой линии, это я начал применять два, даже три года назад уже, ну чуть меньше, в общем не помню, но два года точно назад. Я начал это применять и у меня за 75 дней было уже 32 партнера в первой линии активных. Потом через пару месяцев у меня моя структура была уже около 300 людей. Еще через полгода было около тысячи людей. То есть за полгода я в принципе благодаря только этой методике выставил команду из тысячи людей с нуля. У меня не было тогда максимум, что мне тогда получалось это выставить команду в 60 партнеров. Когда я начал работать вот таким вот пуш-маркетингом, то есть активно на поток поставить все процессы, я за полгода тысячу команд выстроил, друзья. Это были первые деньги, это были первые такие более-менее серьезные результаты и я понял, что это работает. Я понял, что нужно применять и знать статистику, что нужно знать кое-какие цифры, чтобы знать, как это все происходит. И вот я вам стараюсь сейчас эту статистику дать. Первое, 20% сетевиков ищут информацию, из этих 20% только там какой-то процент заинтересуется конкретно Global One. Ну, соответственно, если искать тех, кто ищет интернет-заработок, соответственно, это тоже наша категория. Но в основном в Скайпе мы можем находить только действующих предпринимателей. То, что нас ждет, если мы будем таким способом работать, друзья, нас ждет, первое, что нас эти же сетевики забросают предложениями своего бизнеса. То есть, мы будем завалены кучей разных предложений. Здесь поможет фокусировка или так называемая концентрация. Если мы сконцентрированы на том, что мы хотим найти просто людей, которых может быть это интересно, то мы, конечно же, ну, как знаете, сказал один чемпион мира по боксу, когда он выходит на ринг, он не слышит того, что происходит там где-то публика, что там кричат, они там могут обзывать, как-то ругательством, вот я это вообще не слышу. Я вижу впереди только своего соперника и как бы такой только коридор между им и соперником. Все, больше другого, что происходит извне, он не слышит вообще. То есть, его концентрация внимания направлена только на соперника. И во время боя он тоже не слышит ничего, кроме голоса своего тренера. то есть, вот абсолютно такая сильная концентрация на победу, на соперника и то, что подсказывает тренер, именно это позволяет быть сфокусированным на бою и побеждать и стать чемпионом. То же самое и здесь, друзья, у нас, в принципе, если мы вышли на арену, если мы вышли на ринг, то нам не надо слушать то, что нам кричат вдогонку, вот, просто следовать. В этот момент это, кстати, очень непростой способ, скажем так, построения бизнеса, потому что здесь надо работать на преодоление. В какой-то момент захочется, допустим, так можно неделю проработать, не получить весомого результата и благодаря этому как-то спустить паруса и в какой-то момент не действовать. это самая большая ошибка. То есть, самый лучший момент это выбрать себе поток людей, выбрать себе процесс, который делать каждый день. Это рутинный процесс, кстати, самая сложная задача наработать контакты. Вот, а соответственно, когда мы будем давать, нам тоже будут взамен давать и будут критиковать еще, вдобавок к тому, что будут критиковать, будут говорить, что мы занимаемся не тем делом. У меня был такой случай, я добавил одного человека, он представился, что он лидер сетевого бизнеса, он уже занимается 17 лет этим бизнесом, и его ежемесячный доход 22 или 24 тысячи долларов. Я говорю, супер, Александр, по-моему, его зовут, я говорю, супер, Александр, у вас классные результаты, я сейчас только нахожусь в начале этого пути. Короче говоря, он меня никак не воспринял, а по концовке он меня начал просто какими-то ругательствами даже обзывать, что ты вот такой там типа новичок, а тут мне информацию, я ж пуп земли, а ты мне информацию даешь. Ну, короче говоря, такая неприятная с ним общение было, честно говоря, и я не знаю, как он может себя называть топ-лидером после того. Ну, короче говоря, вот такие ситуации разные случались, что было много действительно критики, было много всяких различных ситуаций, но через это надо пройти, друзья, через это, без этого никак. Есть такой вот классный клип, вернее, ролик, я как-то уже включал, может быть, кто слышал, смотрел его, там Арнольд Шварценеггер выступает и говорит, что, что отделяет чемпиона от не, от не, от чемпиона, тем, что чемпион способен сделать несколько еще подходов, ну, кто занимался в спортзале, тот знает, что если взять штангу, допустим, 100 килограмм там, и ее несколько раз отжать от груди, то, допустим, 5 раз там, кто сможет, или там 50 килограмм, 80 килограмм, неважно, то вот чемпион способен еще раза 2-3 отжать ее. Не чемпион не сможет преодолеть, как бы, свою уже усталость и не сможет эти 2-3 раза сделать еще. И вот, когда мы работаем на преодоление, мы растем. То есть, если мы столкнулись с чем-то и не преодолеваем это, допустим, мы неделю, 10 дней делаем активно контакты, но не получили результата, нас, творец наш, просто испытывает, говорит, а насколько ты готов к успеху, насколько ты готов вырасти, чтобы получить результат. И вот, когда мы так делаем, мы очень сильно растем, друзья, потому что, если мы преодолеваем себя, заставляем себя делать, дисциплинируем себя, прививаем новые привычки за этот период, то мы, друзья, выходим на новый уровень. И когда мы выходим на новый уровень, к нам начинают притягиваться еще более сильные люди, потому что люди, зачастую, вы можете по себе даже заметить, что если вам даст информацию человек, которого вы считаете ниже уровнем, чем вы, вы за ним не пойдете. Я думаю, что вы согласитесь, да, насчет этого. А если вы знаете, вы видите, что человек, который вам дает информацию, вам это интересно в какой-то момент, и он выше нас уровнем, то мы можем его рассмотреть в качестве наставника, потому что если он выше нас уровнем, то мы можем чему-то научиться от этого человека. И поэтому вот важно повышать свой уровень, уровень знаний, уровень навыков, уровень уверенности в себе. Кстати, когда начинаешь делать такие активные контакты, то очень сильно развиваются навыки общения. Я до этого практически очень мало с кем общался, голосом, в основном текстом переписывался. А когда я начал делать эти активные действия, то люди сами начали мне звонить, и хочешь-не хочешь приходилось отвечать. И когда я начал с ним общаться, сразу у меня не получалось, сразу я пытался провести для них презентацию, рассказать сам об этом бизнесе, но я понял, что это ошибка. Потом я записал видеоролики и всем давал только ролики смотреть. То есть я увеличил свою эффективность тем, что я один раз записал видеопрезентацию и начал давать просто запись эту презентацию и всем смотреть. И тем самым я начал делать больше еще действий и большим количеством людей начал давать информацию. Я понял, что это более эффективно, чем я бы сам каждому рассказывал презентацию. И моя задача была только то, что дать как можно большему людей посмотреть эту видеопрезентацию. То есть я поставил себе такую цель. Я говорил человеку, у меня есть классная информация, там, новая разработка, там, еще что-нибудь, надо вот придумать текст такой интригующий. И если интересно, дам эту информацию. И вот кто, ну, сначала я всем подряд давал, то есть спамил. Я признаюсь, друзья, я спамил сразу, сразу всем рассылки делал. Это тоже давало свою результат, но это, ну, скажем так, первые шаги мои были и первые грешки за мной, скажем так, были. Это давало результат свой, но потом я сменил тактику, я начал, я продолжал делать те же самые действия, только я уже не в открытую рассылал предложения, а немножко так вот просто на общении это все строилось. Вот. И я очень сильно заметил, что мне начали вот навыки общения как-то немножко у меня стали лучше, как-то голос более уверенный стал. Я начал общаться со многими людьми на равных, скажем так, особенно если мне попадался лидер какой-то сетевого маркетинга. Вот. И в принципе вот я становился более уверенным человеком. А чем более уверенным человеком мы становимся, тем больше людей более уверенных тоже приходит в наш бизнес. И я понял, что это круто. А потом, когда я понял, что я уже выстроил достаточно большую аудиторию, я начал присматриваться, как выстраивать отношения теперь с этими людьми, как теперь, скажем, изменить ситуацию, где не я буду искать людей, а как люди будут искать меня. И я начал этому обучаться, смотреть разные тренинги, опять же, ходить на вебинары, обучение и так далее. Я увидел, что нужно открыть свой блог. Я открыл свой блог, сразу не понял, зачем он нужен, но потом поэтапно, постепенно я начал проводить тоже конференции в тот момент, пару раз попробовал, страшно было, но начал проводить потом. где-то года полтора назад я уже активно начал проводить конференции, сначала для своей группы, потом общие презентации. И это тоже сыграло очень важную роль в последующем, чтобы люди сами приходили к нам. И теперь я понимаю, что чем больше контактов в базе мы создадим, тем больше людей будет знать о нас. И если мы как-то с ними общаемся, если мы проводим обучающие мероприятия для своей группы и записываем эти мероприятия в скайпе, допустим, если у вас есть комната конференции, вы можете проводить, вы делаете запись и выкладываете на YouTube и можете раздавать всем своим контактам в качестве обучения, что вы им дарите вот такой вот обучающий материал бесплатно. И как только многие будут от вас узнавать, что вы чему-то обучаете, ваш уровень, скажем, ваша репутация что ли в глазах этих людей опять вырастет. И как только они от вас получат коммерческое предложение, они будут смотреть на вас уже совершенно по-другому, потому что они вас будут уже знать, они будут знать, что вы уже являетесь каким-то экспертом, вы чему-то обучаете, соответственно уже на другом уровне будет происходить диалог. Поэтому то, с чего нужно начать, это начать расширять контакты. Бывает ко мне звонит человек, мой партнер и говорит где же мне найти партнеров, где искать людей. Как правило это новые люди, которые только пришли в сетевой бизнес. И я потом спрашиваю, а сколько у тебя контактов в скайпе, например? Он говорит, у меня их 10. Я говорю, окей, хорошо, а сколько у тебя допустим в социальных сетях друзей? Он говорит, у меня 30-50. Я говорю, ну вот смотри, у тебя 10 контактов в скайпе, 30 друзей в социальных сетях, и то наверняка то 30, 20 твоих одноклассников, скажем, людей, которые никак не связаны с бизнесом, которые ничего не хотят по сути. Поэтому, чтобы начать привлекать людей в свой бизнес, нужно расширить свой круг знакомств. То есть, надо нарабатывать контакты. У тебя сейчас 10 контактов в скайпе, надо, чтобы у тебя было их тысячи, как минимум. А в будущем и несколько тысяч. У тебя сейчас 30 друзей в соцсетях, надо, чтобы было три тысячи. Если, как только у тебя будет расти база твоих контактов, друзей, людей, тем больше людей будет к тебе приходить. И когда я это понял, друзья, я начал строить. Человек, у которого я услышал эту информацию впервые про скайп, как я вам только что показал, у него около ста тысяч разных контактов, друзья. Ста тысяч разных контактов. Это означает, что он, если захочет сделать резкий рывок в каком-либо бизнесе, он это сделает с очень большой легкостью. Он выстроит структуру в несколько тысяч или даже десятков тысяч партнеров за очень короткое время. Почему? Потому что у него есть база контактов. Он сможет выйти на доходы в тысячи и в несколько десятков тысяч долларов очень быстро. Почему? Потому что у него есть очень много контактов. Именно поэтому, друзья, я вас сейчас и хочу сориентировать на то, что нам нужно строить базы контактов, находить их, добавлять, расширять и строить отношения с этими людьми посредством тех сообщений, которые мы можем им лично прислать, допустим, в соцсетях мы можем просто через обновление своих статусов тоже мелькать в новостях и обязательно быть везде на виду, друзья. Куда бы ни пошел человек, он пришел в контакте, он ищет кого-то друзей, и чтобы вы были на виду, чтобы он вас там видел. Он идет в фейсбук, чтобы вы там были тоже. Он идет, не знаю, в мой мир, чтобы вы там были. Он идет в твиттер, чтобы вы там были. он забивает Global One, допустим, в гугле, а вы там тоже есть. Вы, допустим, очень классно индексируются странички на фейсбуке, то есть, если вы создадите свою страничку на фейсбуке и будете активно там, опять же, писать информацию, то поисковые системы очень быстро словят вашу страничку и выведут ее на первые позиции в поисковых запросах. Если вы создадите свой блог на платформе, допустим, blogspot.com, blogger.com вернее, вы создадите и будете активно там писать, он, опять же, в поисковых запросах начнет выходить вверх. Если там будут активные комментарии, опять же, вы будете в интернете. Если вы проведете презентацию для своей группы или как-то еще и выложите это на YouTube, опять же, чем больше просмотров будет YouTube, тем больше, тем больше рейтинги в поисковых системах будет ваш ролик. И вас тоже увидят в YouTube, в Яндексе, где угодно, где ищут информацию, в Яху. Вы будете на виду, друзья. И вот чем больше вы будете на виду, чем больше вы действий предпринимаете для того, чтобы вы были на виду, тем больше людей придут к вам в бизнес, в любой. Поэтому, друзья, то, чем надо заниматься именно этим. У меня все. Встретимся уже на следующей неделе. я хочу вам дать домашнее задание. Пропишите на бумаге ваши цели на Global One. Какой результат для вас будет, скажем так, какую первую планку вы готовы достичь. Допустим, посмотреть на ту ситуацию, которая сегодня есть. И несмотря на то, что сейчас происходит, друзья, вот несмотря, никогда не будет идеальных условий для развития бизнеса. Никогда. Самое главное, что мы должны делать, это постоянно двигаться. постоянно, при любых условиях, в любых. Вот представьте, что вы попали в джунгли. Если вы остановитесь и будете говорить, вот как все плохо, я не знаю, куда идти, и будете стоять, то, согласитесь, ваши шансы на то, чтобы выйти и выжить в этих джунглях, резко уменьшаются. А если вы скажете, я не знаю, куда идти, но я буду идти, то ваши шансы выйти из этих джунглей намного больше. И вы выживете. И еще больше получите очень много навыков на будущее, очень большого опыта в будущих начинаниях, бизнесах. Вы будете уже понимать, как что происходит, если вы пройдете и будете двигаться дальше. И вы будете понимать, как что строится и как реагировать. Правильное отношение к бизнесу выработается. И в результате, друзья, это все повышает наш уровень. Вот. Поэтому то, что я сейчас вижу в Global One, я считаю, что это идет нормально. Потому что я, честно говоря, безразлично отношусь к тому, что происходит. Ведь не важно, что происходит, а важно то, как мы к этому относимся. Поэтому первое задание. Поставьте вашу планку, что вы хотите получить от бизнеса Global One. Ну, в частности, какую конкретную сумму денег в месяц вы хотите получать в Global One. Составьте план, что нужно сделать для того, чтобы выйти на такой доход. Ну, сколько людей нужно, чтобы было активных партнеров, было ваших пяти поколений. Следующее. Составьте план, сколько контактов в день вы готовы делать, исходя из того, сколько времени вы в день располагаете. То есть, допустим, я начинал, совмещая работу и бизнес. Вот. Потом, в конечном итоге, я решил полностью сконцентрироваться на бизнесе MLM. Вот. Поэтому у меня сейчас есть время, допустим, 10 часов в день, у вас есть 2 часа в день или 3 часа в день. Вот. Поэтому спланируйте, сколько вы готовы действий сделать за это время. И поставьте себе планку в 90 дней. То есть, вы работаете себе, допустим, вот, начинается Новый год у нас, 1 января, да, через несколько дней будет. Вы можете поставить себе план, что я с 1 января начинаю свои активные 90 дней. И я буду действовать январь, февраль, март. И только 1 апреля я начну делать какие-то выводы. Получилось у меня что-то в бизнесе или нет. И вот эти вот 3 месяца, 90 дней, я обязуюсь, что я буду делать каждый день тот план действий, который я поставил себе на день. То есть, если это 3 человека в день я буду давать информацию, значит, 3, но каждый день. Если 5, то 5, но каждый день. Если 10, то 10, но каждый день. Это выработает дисциплину, друзья. Если мы так будем действовать хотя бы месяц, у нас выработается привычка, и мы это будем делать уже на полном автомате. Я сразу делал это с очень большими усилиями, трудом, а впоследствии я понял, что я уже не могу без этого. Я только просыпаюсь с утра с кровати, первое, что я делаю, бегу чашечку кофе, выпил, и мне хочется уже жарда действий уже, друзья. Мне хочется уже добавлять, добавлять новых, новых, новых людей, давать им информацию, давать информацию. Раз кто-то подписался, настроение поднялось. Дальше начинаем делать. Раз кто-то подписался, настроение поднялось. Раз Spin Infinity пришел, раз доход быстрее пришел, раз еще какая-то сумма пришла. Все, мотивация растет, и жарда действий тоже растет. Вот именно в таком формате нужно проработать. Вот. И поставить себе план, друзья, 20 партнеров в первой линии за первые 90 дней. Вот вам домашнее задание. Спланировать, поставить себе эти 90 дней и дать себе обещание, что при любых обстоятельствах вы эти 90 дней пройдете ежедневными активными действиями, ну, кроме выходных. Выходные надо себе давать, режим дня и дисциплины надо выдерживать, не перерабатывать, стараться и отдых, и труд свой совмещать так, чтобы у вас сохранялась работоспособность. Вот. А 1 апреля, допустим, если вы с 1 января поставите, и 1 апреля будете делать выводы, какие у вас результаты в бизнесе, сколько людей у вас, какая команда, какой товароборот, какой чек, вы дальше сможете немножко отдохнуть, допустим, заработать несколько тысяч долларов, отправиться куда-нибудь на отдых со своей семьей на пару недель, отдохнуть, и со свежими силами поставить следующие 90 дней и наращивать, друзья, опять спланировать, какой результат я хочу получить через 90 дней, и опять поработать, проанализировать, отдохнуть где-нибудь на Мальдивах и дальше. И таким образом, такими активными рывками действовать, действовать, действовать и повышать, повышать свой уровень бизнеса. Все, друзья, всего доброго. Поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok